Сюрприз, раздевалка, раздевалка посе... Что? Сюрприз, раздевалка посетите. Ха, как мы делаем всё. Что? Неважно. Хей-хей, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что мы с вами сегодня продолжаем наши приключения в игре под названием Minecraft Story Mode. Восьмой финальный эпизод под названием «Конец путешествия». Как вы помните, в предыдущей серии мы с вами попали в какой-то мере в западню. Нам обещали помочь древние строители, но только в том случае, если мы одержим верх в их невероятном состязании. Хотя ходят слухи, что на самом деле победить там нельзя. Однако, некоторый Тим, или как там его, в общем, вышел оттуда победителем и вернулся туда, откуда пришёл. Ну или что-то типа того. В общем, я в любом случае надеюсь, мы с вами всё преодолеем и победим. Ну и наконец-таки вернёмся домой. Потому что древние строители, хоть они и супергениальные, оказались по человеческим качествам лютыми засранцами. Ну а перед тем, как продолжить, давайте выпьем за то, чтобы все строители были не засранцами. А почему бы и нет? Брочай! Ах, может, наконец-то мой бригадир подобреет? Ладно, друзья, продолжаем. Привет, участники! Добро пожаловать на следующий день игр! И сегодня будет жарко! Верно, Адриан! Как наши команды, Отто? Что ж, меби, фиолетовое, зелёное и жёлтое всё ещё показывают отличное выступление. Но после вчерашнего соревнования... Всплифы боюсь, что красная команда полностью выбывает. Ах, полагаю, они отправятся назад в шахты! Ха-ха-ха! И, конечно, что касается наших отважных, заткнись отто! Мы не хотим о них слушать! Что касается остальных, не забывайте быть как Дим! Так, эээ... Хороший день для соревнований! Да, всё будет здорово, я это чувствую! Хорошо, с таким оптимизмом я могу согласиться! Понятия не имею, какое соревнование будет дальше, но уверенно мы зададим жару! Итак, участники, следующее соревнование почти началось! Время подойти к стартовой линии! Стартовая линия, да? Гонка! Сделаем это! Сделаем это, да? Сюрприз! Раздевалка по... Раздевалка пос... Что? Сюрприз! Раздевалка посетите! Ха, как мы... Делаем всё! Что? Неважно! Это Адриан! А это новички, о которых все говорят после их взрывного дебюта в Сплифе! Скажи мне, чемпион, какие у тебя мысли насчет следующего соревнования? Нам нужно сохранять хороший вид, я здесь для честной борьбы, в которой победит лучший! Вы только посмотрите на этот маленький плод благородства, а? Не беспокойтесь, на это и рассчитаны все игры! Просто спросите Тима! Восхищаюсь твоей уверенностью, Джесси, но я должен спросить. Почему ты думаешь, что вы можете победить там, где многие другие проиграли, а? Потому что мы крутые пацаны из Братства Чай! А... Что бы вы ни приговаривали, ни приготовили, это не может быть хуже того, что мы уже пережили. О, вот как! Однако, похоже, что уже два участника вашей команды выбыли. Да, ещё двое осталось, более чем достаточно для победы. Да, видимо, нам стоит просто перейти к делу. Какой он мудак, а? Что за чудный день для игры? Вот этот вот Тим, он какой-то мифический. Джесси, удачи там! А, это... Женщина, то есть я постоянно путаю её, подсередняя плеч очень похожа на мужчину. О, здорово, что моё обаяние наконец подействовало на... Ну, я размышлял о том, как ты играешь в Сплив, а потом про твою сделку с древними строителями, и я подумала... Враг моего врага, мой друг. Ого, похоже, Эм хочет подружиться с тобой, Джесси. Ну, корыш. Похоже, ему что-то задумало. Ну да, как насчёт поработать над этим вместе? Мне бы не помешал союзник, а вам могла бы пригодиться моя помощь. Ну, Джесси. Как я могу тебе верить? Можешь мне верить, или можешь получить в лицо от слэба. Ха-ха, ты права. Ха-ха, как мы быстро передумали. В середине гонки есть часть кучи гладиаторов. Вот где нам нужно будет объединиться, победить их, а потом продолжить гонку до финиша. Ну, что скажешь? Нет-нет, мы за честную борьбу, мы справимся сами, я не верю, и она потом нас кинет. Я буду держаться своей командой, и тебе стоит держаться своей. Хорошо, так и сделаю. Участники, подойдите к стартовой линии. Увидимся на стыке гладиаторов, и я надеру тебе жопу. Они нам не нужны, они будут просто, не знаю, мешать нам. Я готова к этому. Этим гладиаторам конец. Так. Вот так вот. Покажи им, на что ты способна, Петра. Я ждала весь день, пока ты скажешь это. Да, у нас Петра на всем жопу надерет. Она такая сука редкостная. Никому не устоять от ее сущности. Ха-ха. В общем, этот тим выглядит достаточно мифическим парнем, которого вовсе и не существует. Знаете, какое-то подставное лицо. Нет, он как бы существует, но, знаете, такое ощущение, что ему дали победить, чтобы у других была надежда. Ну, это как Иисус Христос, но вы поняли. Это ужасное разочарование, что мы будем, ну, знаешь, сражаться против друг друга. Извините, но вы проиграете. Правда, я по-прежнему думаю, что ты хороший парень, но... Участники на старт! Что ж. Внимание! Марш! Так, используйте, чтобы обходить препятствия. Ух ты, берегись! А, так... А, да мне сказали... Ну, ясно. Вау! Я типа реально буду проходить испытания! Крутя... А, крутяк! А это сложно! И что-то чертовски опасно. Хотя мы должны будем воскреснуть в любом случае. Давай! Давай! О, ништяк! Давай, давай, давай! О, есть! Мы справились! Это было довольно жестко! Приготовьтесь увидеть величие! Величие, да? А, о! Эй! Здорово, болваны! Это не честно! Надо доподать им по жопе! Вот так вот! А чё это он не умер? У меня аж крутой меч! Ван хит, ну и так далее. Ван лак чё-то, ноу джаст скилл чё-то... Я не помню эту поговорку! Ну, вернее, помню, но сейчас её неправильно произнёс. А пофигу! Ван хит, ван килл, ноу лак чё-то скилл! О, йоу! Я припомнил, как... О, боже мой! Какой экшон-то! Ещё один! А, боссались! То-то же! Будьте знать, как связываться с таким крутым пацаном, как я! Вау! Вау! Там куча динамита! Ладно, похоже, что это стык гладиаторов, но где же гладиаторы? Оу! О, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-т! Ох, ой, это ответ на мой вопрос! Чё-то гладиаторы слишком... Их, в общем, хорошо кормят! о боже мой нас покоцало пипец это очень жестоко я понимаю что они воскресают величие не подведи меня я понимаю что они все воскреснут но это все равно не становится менее жестоким что подождите какая-то бессмыслица почему они наконец-то я мечтал об этом со самого самого сплифа и ты ухты у тебя настолько хорошая память огонь боже мой это нечестно пока дурашка давай петрон давай ему по жопе джесси я прикрою тебя иди вперед что ах вы похоже больше никого не осталось да это математика у него не считай давай с ней разберемся ты за это заплатишь хват докажи докажу и жопу на деру йоу это называется русский рэп от него кровоточат уши и лопаются глаза на моей стороне самое крутое оружие но мы сейчас воспользуемся этим а нет блин просто пипец побежали ладно может быть я еще смогу выиграть что значит может быть конечно сможешь чувак я уже близко я могу это сделать про стену победа моя все поползли классный эпизод море экшена надо будет его это сбросить как-нибудь туда эй ого джесси отличная хватка отлично ты просто ничего не замечаешь дать ага держи не надо помочь это нечестно спасти да ладно слушай на further это было так под теморский круто грязная жирная как нам отсюда выборцы года блин мы можем оседлать волнуя оказаться прямо на верху за мной А он не такой тупой, хотя все мозги уже прокурил. Все, замечательно. Надеюсь, эту жируху мой нагонь. Хватит с тебя. Спасибо за мое спасение. Не стоит. Я, в общем, то, что я его спас, я таким образом приобрел в союзниках. Гонка близится к завершению, и скоро мы узнаем имя победителя. Мне кажется, я уже знаю... Итак, в гонке через лаву побеждает гладиатор, чьё прежний... Не знаю что. Я надеюсь, что вы сделали хорошо на нашей сделке. Да, если это правда, почему Джесси до сих пор не возрождается? Сделали хорошо на нашей сделке. Перевод божественный. Прям как у Бэтмена. Джесси! Как хорошо, что мне не пришло в голову заключить с тобой сделку. Рада за тебя. Джесси даже пришлось спасать члена другой команды. Меня. Значит, тебе пришло в голову пожертвовать победой, чтобы спасти другого участника? Интересно. А ты, ты должна была уничтожить, Джесси. Наша сделка аннулирована. Сделка? Нет, пожалуйста. Он и скорострел. Наверное, ты считаешь меня гадиной и всё такое прочее, но знаешь что, мне всё равно. У тебя ведь тоже есть договор, Джесси, на случай, если ты победишь, и твои друзья нас покинут. Мой шанс попасть домой только что растаял как дым, так что суди меня как хочешь. Ты лгуни, я понимаю, почему ты это сделала. Тебе хватило ума поверить этому чучелу? Ты что, правда поверила Адриану? Да это тип, что твой кипер в пурпурном деловом костюме. Эй, попробуй посидеть здесь с моё... Что с меня хватит этот перевод? Попробуй посидеть здесь с моё и что кому? Та-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-пам-пам-пам. Перевод совсем странный. Та-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-пум-пум. Ладно, не важно. Ты! Адриан желает тебя видеть. Адриан? Зачем я ему? Он на тебя очень зол, пошли! У меня мало времени. Хочу побольше информации до того, как я куда-либо пойду. Я хотел убить тебя, но мне не разрешили. Хотеть ещё не значит получить то, что хочешь, пошли. О, это интересно. Нет, только Джесси. Адриан велел не пускать во дворец гадких возрожденцев. Полукропка. Ну хорошо, удачи, Джесси. Я и мне доверяю. Эй, мне надо с тобой поговорить. Я с тобой, пошли. Идём, всё будет быстро. Джесси, ты будешь делать, что я говорю, или как? Джесси. Джесси. Дай мне одну секунду, я хочу с ним поговорить. Из-за тебя у меня будут неприятности. Эй, что скажешь? Привет, Джесси, меня зовут Себастьян. Спасибо, что нашёл время поговорить со мной. Вот, я знаю, что ты хочешь. Древних строителей, просто хочу тебе сказать, пожалуйста, не зли их. Делай всё, что они от тебя потребуют. Нам приходится гораздо хуже, когда они злятся. Вы просто рады, что вы здесь. Ну что ты, Себастьян, пока я рядом, они не сделают ничего плохого. Тебя тут не было, когда Мэвия принялась бросаться взрывчаткой. Вон оттуда, сверху. Ой. Да уж, не весело было. Я не хочу тебя задерживать, но мы тут с парнями-шахтёрами, в общем, сделали кое-что для тебя. Мелочь, конечно. Но это всё, что у нас есть. Ого, спасибо, вы так старались. Джесси, пошли! Ну вот, теперь мы опоздаем, и у меня будут неприятности. Просто отвратительно. Хватит ныть, Слэп, тебе это вообще не идёт. О, с каким наслаждением я в какой-то момент сломаю тебе шею. Ха-ха-ха, добрый старый друг. Хорош парень, мы с ним подружимся. Я это прям чувствую. Вот что значит, как живут. Вот значит, как живут древние строители. Обалдеть, как эпично, правда? Иногда я тут просто стою и... Смотрю кругом, разину в рот. Это невероятно, такие восхитительные масштабы и углы. Да, знал, что ты впечатлишься. Я тут порой записаю, когда захочется. Так, а что же я торможу? Мне же надо искать Адриана. Благодаря тебе мы опоздали. О, и ничего не трогай. Блин, здесь красиво, слушайте. Слэп сказал ничего не трогать, но он же не говорил ни на что не смотреть. Да и срал я на что он... Чё он там сказал, я всё буду трогать. И Атлас Порталов. Вечный Странник. Автор Сорен? Опять? Откуда они все лезут и лезут? Шикарный вид. Эй, а вон Петро и Лукас. Так, не будем трогать стекло. Послушаем, парня. Впервые в жизни вижу стол из кварца. Ого, стена из целого, цельного кварца. Впечатляет. Это, это Тим. Эй, это же доспехи того самого Тима. Добро пожаловать, Джесси, ты у меня в гостях. Фантастика просто фантастика. Неудивительно, что в тебе проснулась тяга к доспехам Тима, раз всё-таки, раз все там внизу зовут тебя новый Тим. Да, я слышал, что тебя так называют, и вполне могу понять, почему. Людям нравятся истории типа из грязи в князи. Будь не близкий. Скажи мне прямо, Адриан, зачем ты меня пригласил? Значит, мы можем продолжить обсуждение условий нашей сделки. Ещё какие условия? Ещё какие-то? А ты посмотри поближе. Я полагаю, ты уже знаешь, кто такой Тим. И не раз. Все его обожают. Он даёт им надежду, это очевидно. Даже больше того, они действительно верят в него. Тим вдохновляет их, несмотря на то, что его нет с нами. Можно даже сказать, он вдохновляет их круто. Что ты хочешь сказать? Легенде проще сохранять блеск, если она превращается в любимые воспоминания. Так её проще управлять. Я наблюдал за тем, как растёт твоя легенда, но боюсь, пока ты не уйдёшь со сцены, она всё ещё может испариться. Я начинаю думать, что тебе лучше было бы просто уйти без шума. Тебе здесь не место. Подскажи мне, Адриан, когда ты начинаешь разговор, ты уже знаешь, к чему хочешь его привести. Или надеешься придумать по ходу дела? Потому что слушать твою болтовню мне уже надоело. Ого, ну это было попросту гроба с моей стороны. Тебе не говорили, что терпение — большая добродетель. Есть кое-что, что тебе следует знать насчёт игр. Никто не может выиграть, если мы этого не захотим, даже Тим. Не верю, конечно же, Тим победил. Всем известно, что Тим победил, и ты отпустил его домой. Ты правда веришь Тима, да? Ты думаешь, он есть на самом деле? Тим даёт им надежду. Он заставляет их участвовать в игре, но победителя не будет никогда. Вот почему я считаю, что в твоих интересах подыграть мне. Ты не скучаешь по своим друзьям, по своему дому? Постой, домик на дереве? Атлас знает, кто откуда родом, так что я велел Меви проверить твою подноготную. Оказалось, что ты настоящая знаменитость. Я впечатлён. Она раздобыла кое-что из вещей, которые, видимо, были у тебя или что-то такое. Аксель, Оливия, Джесси, боже мой, поверить не могу, что ты здесь. Да, появилась такая жуткая тётка, вышибла из нас духа и очнулись мы вот в этих одичьих ящиках. Что здесь происходит? Ребята, обещаю, я вас освобожу. Раз, знаешь что, хоть ты не в плену. Ну, не то, чтобы совсем не в плену, просто по-другому. Я просто очень радуюсь, что мы опять все вместе. Сейчас я скажу остальным, что ты здесь, как мне вас не... Ух ты, да это же просто ух ты, какое полотно страстей и драматизма. А мы ведь ещё и не дошли до самого интересного. Я приберёг это напоследок, что? А да, твой лучший друг. В смысле? Рубен! Рубен! Жив? Привет. Мне всё о нём известно. Я же тебе говорил, бро, походу, мне реально зовут Рубен, но вот этот тот Рубен, про которого ты говорил, он был типа маленькая такая свинка. Не, серьёзно, чувак, большой фанат. Мевия. Значит, ты использовал Атлас, чтобы похитить моих друзей и ещё того парня. Зачем? Великолепно, Джесси, великолепно, видишь ли, даже и субтитры не понимают, зачем я это сделал. Они останутся трудиться в шахтах навсегда или пока я не выиграю соревнования, что на практике означает остаться здесь навсегда. Ладно, итак, что за сделка? Если ты проиграешь в следующий матч и отправишься работать в мои шахты, тогда я отпущу твоих друзей, всех. Тебе всего лишь придётся остаться здесь вместо них. Ах. Ты связался не с тем парнем. И с его друзьями. Да, они просто великолепны. Просто хочу проявить участие. Ни с кем я не связался, я всего лишь стараюсь сберечь свои игры. Я надеялся повеселиться, наблюдая за вашей встречей, но мне быстро стало скучно. Что ты говоришь, обменять их? Нет уж, Адриан, я не заключаю сделок с жуликами. Хорошо, пусть будет по-твоему. Что означает, что я сокрушу тебя, и ты всё равно проиграешь. Слэп, убери эту дрянь из моего кабинета. Конечно, босс, давай уже, придурок. Слэп, ты мы ж друганы, чё ты так себя ведёшь, как мудак. Слэп, нормально же, сидели и общались, чё ты? В общем, дела стали ещё хуже, блин. Но мы не можем принять его условия, не потому что мы останемся здесь навсегда, а потому что это бред. Что здесь произошло? Аксель и Оливия в руках Адриана. Что? Он использовал Атлас, чтобы выхватить их из нашего мира. У них всё в порядке? Если не считать того, что Адриан заперк во вседяновых темницах. Но он предложил мне сделку, он сказал, что отпустит вас всех домой, если я проиграю и отправлюсь в шахты вместо вас. Мне пришлось ему отказать. Возможно, это был правильный шаг. Возможно. Так. Я не доверяю Адриана, с чего мне соглашаться на сомнительную сделку, которую он предлагает за закрытыми дверями? Твоя правда, может быть, это и верно? Решение Джесси было разумно. Адриан не стал бы соблюдать условия сделки. Даже согласись ты нарочно проиграть, он всё равно бы всех вас отправил в шахты. Возможно, утверждая, что таков был изначальный уговор. Тогда кто будет нам помогать? А Адриан и Мэви самые худшие из всех. Но что насчёт того третьего парня? Отто? Как он может помочь? Так. Большое привержение с того, чтобы всё было по правилам. Не исключено, что это может сыграть нам на руку. Ха, правила он любит, это точно. У него всегда всё по правилам. Если ты победишь, он обязательно проследит, чтобы Атлас достался тебе. Так. Харпер, а что насчёт тех, кто запер здесь? Я могу выиграть Атлас, чтобы вытащить их отсюда. Можешь рассчитывать на меня, Джесси, я выведу людей из шахт до окончания следующей игры. Стоп, 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 ты правда думаешь, что сможешь их освободить, всех пленников? И победить на играх? Да. С этим последним желаю удачи. Ты в самом деле хочешь победить все остальные команды в одиночку? Это очень высокий уровень, даже для тебя, Джесси. Это не первая безвыходная ситуация, с которой меня выводит хорошо подвешенный язык. По части произнесения речей со мной можно, не знаю, там, короче, мной можно гордиться, да. Ухо, ничего себе, аудитория собралась. Так, самое время толкать речь. Главное не растеряться, с чего начать? С туалетной бумаги или утёнка? Начну с уточки. Всё, я принял решение. Уточка поможет нам победить. Древние строители заставляют своих пленников участвовать в соревнованиях раз за разом, раз за разом. Дают людям надежду, но на самом деле у них всё под контролем. Если не будем держаться заодно, никому не дадут победить. Адриан всё время выкручивается и меняет правила, а я скажу, что теперь пришло время сыграть по нашим правилам. А в чём смысл? Вся власть всё равно останется в руках Адриана. Тупица жирная, замолчи. Адриан управлять не всем, победа возможна. Разве ты не хочешь победить? Конечно хочу, ещё как, но... Никто не побеждает Адриана в его собственных играх, никто. Эй, Тим же победил! Эээ... Это только их подстегнёт. Скажем, что его на самом деле не было. Понятное дело, что лучше сохранить надежду, вы скажете, что... Ну типа, да, Тим был, и они такие, да, мы будем как Тим. Но если мы их разозлим, это ещё лучше. Злоба толпы, это супер. Вообще-то, Тим это выдумка. Это же... Не может быть, я знаю, что Тим существовал на самом деле. Сгляните на эти плакаты. Это точно. Конечно, Адриан сам мне сказал. Я так и знал. Всё, что о нём рассказывали, так неправдоподобно. Так, подожди, Тим это вымысел? Его просто придумали? Конечно, в этих играх нельзя победить. Ох. Но мы можем победить древних строителей. Древние строители контролируют всё остальное. Понятно, что они уже управляют играми. И зачем продолжать бесполезные попытки? Эй, но ведь древние строители не знают, что мы знаем. На нашей стороне фактор неожиданности. Неожиданность круто. Очень полезная штука, когда на тебя несётся гладиатор с очарованным мечом. Да, то есть ваш план свалить древних строителей очень крутой, и всё такое, но гладиаторы-то они, они типа суперкрутые. Ужас максимального уровня. Только ведь эти гладиаторы-тёртые калачи. Само собой, ни у одного из вас нет против них ни шанса. К чему это Джесси клонит? Но это только потому, что до сих пор у вас не было лидера, который мог бы составить план. О, теперь я понимаю. Просто сделай всё, что нужно, Джесси. Древние строители считают, что круче них только тёсанный кварц, но мы покажем, что это ложь. Адриан сидит в башне и строит планы нашего уничтожения, но он не знает одного. Его замыслы обречены с самого начала, потому что победа будет за нами. Да, это мужик крутой, я бы ему дала. Весь мой новый мир перевернулся ногами, вернее, весь мой мир. Ну, кверх ногами, очень, неважно. Послушай, это была отличная речь, но одними речами сильнее не станешь. Поступки говорят громче, чем слова. Мне дают силу мои друзья. Мы им всегда поддержим друг друга. Верно, я всегда могу положиться на Джесси, а ведь раньше я был плохим парнем. Может быть. Ох, ну и толпа, как думаешь, до них дошло? Постой, так с кем же мы тогда деремся? Реакция была определенно неоднозначная. Пришлось, иначе нас бы ждали крупные неприятности. Конечно, последняя игра, все или ничего. Ну, что же, полагаю, утром все станет ясно. Ладненько. Друзья, ну и вот здесь мы с вами перед последней игрой и остановимся. Я прямо как, знаете, как телевизор, который останавливает нас самым интересным. И чувствую, что следующая серия, скорее всего, будет финальной. Ну, или предфинальной. В общем, осталось буквально еще одна-две. А, разворачивается эпизод, крайне интересно. Надеюсь, нам удастся победить древних строителей и наказать этих говнюков. И показать, что главные говнюки это мы с вами, а не они. Спасибо вам заранее за лайчку, если поставили. Мне очень приятно. Подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте и группа в Стиме. Есть и я ВКонтакте. Также есть канал на Твиче. Второй канал на Ютюбе. И... Столовиста бы. Ну, в смысле, и все. Счастья, удачи, здоровья. Не хворайте, не болейте. С вами был Сергей Халье. Пока. Давайте, пойдемте на левую сторону. Захватим там. Захватим. Построим там. Построим там с вами. Построим. А, и построим. Построим, все верно. И построим. И, эээ, и баф. И баф, ээ, зафигарим. На лошадку у нас. Я никому не рассказывал, но я это делала, потому что меня заставил школьный психолог. Она сказала, что мне нужно больше общаться. А участие в пьесе хороший способ завести друзей. Сказала, что дернула за некоторые рычаги, чтобы меня точно оставили.